Террористическая угроза сегодня становится все более изощренней. Так взрывчатка может находиться как в обычных бытовых вещах, таких как фотоаппарат, фен или даже бритва, так и в мобильном телефоне. Причем, чтобы это взорвалось, не обязательно нажимать на кнопку. Достаточно просто входящего вызова. Поэтому ответственные организации призывают быть осторожнее с неожиданными находками. Таких экспонатов здесь, на выставке в Самгубс, десятки. Это то, на что транспортной охране нужно обратить особое внимание. Помимо примеров самодельных взрывчаток и оружия, здесь и образцы различных веществ. Их чуют по запаху служебные собаки или определяет специальный прибор. Экспозицию подготовили специально к конференции, посвященной транспортной безопасности. Необходимо переходить от привлечения контингентов человеческого фактора именно в автоматизацию. Это тот путь, который нас приведет к совершению количества охранников, к повышению качества предоставляемых услуг и к снижению затрат. Самым интересным на интерактивной выставке эксперты называют прибор с искусственным интеллектом. Колонка с помощью специального микрофона в режиме реального времени передает звук с объекта, например, с железной дороги. К компьютеру и он с помощью системы искусственного интеллекта распознает, кому или чему принадлежит этот звук и выдает все данные на мониторе. Мы в автоматическом режиме фиксируем, это является тревожным событием или нет тревожным событием. Кабель точно такой же проложен под землей, и мы фиксируем все шумы. Проезжающие автотранспорты, перемещение людей. Это не является каким-то аварийным событием для городской среды. Но как только в охранной зоне, там где копать нельзя, происходит строительная работа, сейчас это будет видно, наглядно, начинается копание, там где-то нельзя делать. Система это тоже слышит. Но она автоматически распознает это как событие, которое требует вмешательства человека. Фиксирует на карте, заводит сигнал, собственно, и диспетчер может вовремя среагировать. Схожие технологии уже применяются в ряде высших учебных заведений и на закрытых предприятиях. Например, система видеонаблюдения с автоматическим распознанием лица. В случае с университетами система может предоставить все данные на студента, который попал в объектив камеры. Вплоть до того, были ли у него прогулы. Такую систему планируют внедрить в Самарском метрополитене. В этом году город попал в федеральную программу по обеспечению транспортной безопасности и получил финансовую поддержку в размере около миллиарда рублей. Мы изучаем рынок, какие есть сейчас предложения, какие есть самые эффективные, самые выгодные, самые наиболее работающие, себя положительно зарекомендовавшие уже и решения, и программные комплексы, и аппаратура. Планируется оснастить Самарский метрополитен камерами видеонаблюдения, отвечающими необходимым современным требованиям. Внедрить систему распознавания лиц, оборудовать помещение для досмотра. Установить электронные замки в помещения, не предназначенные для посторонних. Определиться на что, потратить деньги город должен в ближайший год. Метрополитене планируют обновить половину подвижных составов, другую половину – отремонтировать. Так, первые четыре новых вагона метро выйдут на пути уже весной следующего года. Мария Левина, Василий Кладашов. События.